Арцах подтвердил курс на построение правового государства. 10 декабря 2006 года на всенародном референдуме была принята Конституция Нагорно-Карабахской Республики. За принятие основного закона высказались 98,58% участников голосования. Арцах подтвердил курс на построение правового государства. Принятие Конституции было не самоцелью, а жизненно важным шагом, обусловленным стремлением Арц и Ахцев продолжать строить собственное демократическое и правовое государство и необходимостью укрепить полноценное соответствие НКР атрибутам международной правосубъектности государств. Согласно Конституции НКР, Нагорно-Карабахская Республика, суверенное, демократическое, правовое, социальное государство. Названия Нагорно-Карабахской Республика и Республика Арцах тождественны. НКР признает основные права и свободы человека, как неотъемлемые и высшие ценности, как основу свободы, справедливости и мира. В НКР признаются идеологический плюрализм и многопартийность, гарантируется свобода экономической деятельности и свободная экономическая конкуренция. Статья 13 гарантирует в республике местное самоуправление. Власть в НКР принадлежит народу. Свою власть народ осуществляет путем свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренные Конституции и законами государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц. Отмечается, что до восстановления целостности государственной территории Нагорно-Карабахской Республики и уточнений границ публичная власть осуществляется на территории, фактически находящейся под юрисдикцией Нагорно-Карабахской Республики. За ходом голосования следили более ста международных наблюдателей из России, США, Франции, Армении, Италии, Хорватии, Израиля, Сербии, Косово, Грузии, Украины, Дании, Республики Абхазия, Республики Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики. Согласно представленному ими отчету, проведенный 10 декабря референдум по принятию Конституции отвечал большинству стандартов ОБСЕ, Совета Европы и других европейских международных структур в отношении демократических выборов, равно применимых и к референдумам, а отдельные недостатки носили преимущественно технический характер и быстро устранялись. Вместе с тем наблюдатели дали ряд рекомендаций, направленных на совершенствование избирательного кодекса Нагорного Карабаха и приведение его в полное соответствие с универсальными рекомендациями ОБСЕ, БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok